Понятно. Ну, знаете что, отношения людей межличностные, межнациональные и так далее, они имеют огромное значение в жизни государства. И если говорить о том, чтобы смотреть сквозь пальцы, я просто обобщил на те запреты, которые вводятся сегодня, на такие действия, тогда можно допустить крайне нежелательные последствия и тяжелые последствия. Я, например, считаю, что любая власть это гораздо лучше, чем безвластие, чем анархия, потому что какая бы ни была власть, право людей на защиту государства, на защиту их интересов, защиту их жизни и так далее, оно не сравнено больше, чем при безвластии. А такие вещи, как пропаганда терроризма, пропаганда экстремизма, пропаганда расовой или национальной розни, они как раз провоцируют и могут приводить к таким последствиям, как беспорядки, как массовые убийства и прочее. Я за то, чтобы в стране был бы порядок, при этом, если кому-то не нравится какая-то власть, для этого есть предусмотренные законом способы права голосовать, понимаете, но не право, так скажем, уходить в сторону и провоцировать беспорядки, бунты, гражданскую войну или что-нибудь еще и так далее. И с этим государство с любым проявлением, в том числе и экстремизмом в интернете, на мой взгляд, обязано бороться, поэтому я считаю, что эти запреты, они правильные.